В настоящее время мир переживает глобальную трансформацию. Вот в условиях специальной военной операции нелепо было бы вести радикальное изменение хозяйственного механизма страны. Но, с другой стороны, абсолютно необходимо сформировать представление о существе вот тех самых будущих перемен, которые нам нужны с точки зрения суверенизации России. Ведь если у нас не будет своей собственной концепции, то мы неминуемо окажемся в плену чужой, как это уже было в 90-е годы. Любое управление, любой хозяйственный механизм всегда функционирует в рамках концепции. Суверенитет в отсутствии собственной концепции невозможен в принципе. Вне зависимости, своя она или чужая, хозяйственные механизмы управления системы законодательной и судебной исполнительной власти, они всегда будут замкнуты на автократичную по своей природе концептуальную власть. Это будет тот самый случай, когда каждый в меру своего понимания работает на себя, а в меру непонимания на того, кто понимает больше, владея стратегической концепцией развития того или иного общества. Концептуальная власть – это прежде всего власть людей и идей, способных порождать в обществе такие социальные процессы, которые охватывают жизнь общества на протяжении многих и многих поколений и которые протекают согласно разработанной концепции. Концепция нужна, на мой взгляд, как минимум хотя бы на 75 лет. Мы знаем, что в буддизме иные традиции, они говорят, что каждое живущее поколение должно думать о будущем седьмого после себя поколения. А то, как мы живем, об этом позаботились наши предки. Так вот, 75 лет. Из 75-летней концепции должна вытекать 25-летняя. Из 25-летней, соответственно, формируется пятилетняя стратегия уже развития страны. В рамках пятилетней стратегии уже нужны годовые планы. Но дело в том, что это не просто планы. Вот год прошел, вносятся соответствующие коррективы в пятилетку, в зависимости от того, как он прошел. Прошла пятилетка, вносятся те или иные изменения в 25-летний план. Возможно, и в 75-летний план. Уж не говоря о том, что если 25 лет прошло, то 75-летний план, конечно же, корректируется. Корректируется и идет вот работа в режиме предикции, но и коррекции. Предиктор-корректор. Но для того, чтобы это все реализовать, в системе управления должен быть предусмотрен модуль концептуальной власти. То есть тот модуль, который не занимается оперативным управлением, а именно прорабатывает концепцию и корректирует ее по ходу развития страны. Так вот, что же такое суверенное управление и в чем его основное отличие? Ну, суверенное управление – это прежде всего управление по полной функции. И управление по полной функции, как мы знаем, оно начинается с бесструктурного этапа. Это прежде всего управление целями, смыслами. Четыре этапа из семи, они бесструктурны. И нужно понимать, конечно, логику целеполагания. Вот ту самую систему управления предиктор-корректор. Для нас эта система в свое время была выстроена в 90-е годы. Наш президент, вы помните, подчеркивал, что до тысячи сотрудников ЦРУ работало тогда руководство фактически нашей страны. Напрямую от них зависели все принимаемые решения. И становление хозяйственного механизма происходило под их непосредственным управлением. У них большой опыт организации работ на подконтрольных территориях. В 2008 году, по-моему, была рассекречена инструкция специальная по организации саботажа на подконтрольных территориях. И вот примерно в таком режиме, я думаю, наш хозяйственный механизм тогда и запускался. Тогда были созданы и структуры, были созданы основы законодательного каркаса. А дальше законодательство требует от руководителя одно – корпоративное благополучие, прибыль, снижение затрат. Потому что исполнительский модуль, он уже не имеет никакого отношения к целеполаганию и концепции развития. И вот что у нас получается и что нужно будет пересматривать в связи с переходом на суверенное управление, что сейчас стало уже насущной необходимостью, это очевидно. Ну вот, просмотрим это на каких-то примерах. Ну, возьмем, к примеру, строительный комплекс. Строительный комплекс сегодня заточен на дно. Это квадратные метры, это прибыль. Но строительный комплекс решает свои корпоративные задачи, вопросы прибыли. Но он не встроен в глобальные проблемы нашей государственности. Ведь у нас на сегодня 11,6 гектара земли на каждого человека, включая младенцев. И вот если, значит, семья там из пяти человек, то, значит, 60 гектаров земли где-то есть за этой семьей. Правда, это земли как бы и вечной мерзлоты, и пастбища и так далее, но это 60 гектар на 5 человек. И, к сожалению, перед строительным комплексом это не их вина. Это они поставлены в такой режим работы, когда они обязаны делать то, что с них спрашивают. Квадратные метры и прибыль. А кто же будет заниматься воспроизводством нашего населения, решением демографических проблем? Ведь это невозможно. Такие задачи не решаются в бетонных коробках современности. Для этого семья должна жить в нормальных условиях, в контакте с природой. В противном случае, вот такое устойчивое продолжение рода, оно фактически невозможно. И вот часто говорят, когда мы обсуждаем проблемы строительного комплекса, что, значит, ну так у нас законы такие. У нас земля очень дорогая, поэтому, если сейчас приехать в любую часть города крупного, то там, конечно, неимоверное столпотворение бетонных коробок, а человеку, собственно, и пройти, и проехать негде в этих бетонных джунглях. А почему это так получается? Вот земля дорогая. Так кто установил вот эти принципы, что земля дорогая? А может, наоборот, строители рады были бы строить иначе, но тогда они должны быть мотивированы напротив на как можно большее освоение территорий нашей страны. То есть вот освоил ты территорию гектар, ты получаешь, так сказать, одну прибыль. А если ты освоил 10 гектаров, то твоя прибыль резко увеличивается. Вот такие механизмы должны быть запущены. То есть нельзя пенять на действующие структуры и на сотрудников, на руководство. Нужно менять механизмы. Вот то же самое можно просмотреть на примере медицины. Между пациентом и врачом появились деньги. Как только они появились, так можно забыть о здоровье. Потому что это не потому, что там вот как-то, значит, опять же, виноват кто-то из управляющих медицины или из врачей. Речь идет о том, что они работают в рамках установленного механизма функционирования медицинского комплекса. А медицинский комплекс живет только на больных людях. Он же не получает доходов от здоровых. А поэтому он работает вот так, как он запущен в этом хозяйственном механизме. А как нужно было бы примерно хотя бы иметь альтернативную систему? Ну, мне представляется она таковой, что если у нас бюджетом предусмотрено выделение средств на обеспечение здоровья населения, то разумно было бы вот этот общий бюджет, направленный на всех жителей нашей страны, на их сохранение здоровья, разделить на три части. Первая часть, одна треть, это действительно то, что необходимо, это то, что идет на финансирование уже лечения больных людей. Вторая треть, вторая треть должна идти на тех, кто вообще никогда не болеет. А такие люди есть, просто нужно беречь себя, и тогда, по крайней мере, до 60 лет можно не болеть, это таких примеров сколько угодно. А третья часть, третья треть, она была бы очень уместна для финансирования тех людей, которых мы условно назовем целители, которые отвечают за то, чтобы человек сохранил свое здоровье. Это очень серьезная ответственная работа. Но таких примеров в мире очень мало, разве что вот есть китайская медицина для руководства высшего звена, где врачи, их и называют, может быть, также и врачами, хотя, по сути, это целители, получают зарплату только тогда, когда их все подопечны и здоровы. Но если хоть один из них заболел, то это серьезный ущерб финансовый уже для того человека, кто отвечает за здоровье. Ну, впрочем, вот, насколько мне известно, в Финляндии есть такой опыт, когда за врачом закрепляется какая-то территория, и его зарплата и его благополучие прямо пропорциональны количеству здоровых людей. И каждый больной человек приносит ему какой-то убыток. Ну, и так вот мы можем с вами перебрать все сферы нашей жизнедеятельности, и мы убедимся, что целеполагание нужно было бы поменять. Ну, возьмите, к примеру, кредитно-финансовую систему и банковский сектор. Конечно, эта система заточена на свои собственные корпоративные интересы. И вот мы с вами увидим в очередной раз в конце года баснословные прибыли этого сектора, которые по прошлому году побили все рекорды мысленные, и прибыль была самой высокой. Она-то формируется. За счет чего она? Формируется за счет общества. Она же не падает с неба. Поэтому, когда мы говорим о ставках кредитования, о том, о всем, то это надо учитывать, что это проблема управления, в общем-то, рентабельностью кредитно-финансовой системы и банковского сектора, но одновременно это управление доходами и убытками нашего населения. И поэтому еще раз хочу подчеркнуть, что не виноваты в этом ни руководители структур, ни сотрудники. Речь идет о том, что мы, выходя вот, по сути, из режима криптоколониального функционирования, которое вверг нас режим Ельцина, и от которого не так просто избавиться, как кому-то кажется. Вот, переходя в режим уже суверенного управления, нам нужно пересмотреть во всем нашем хозяйственном механизме цели и смыслах. Когда мы говорим о целях и смыслах, то это четыре этапа беструктурного управления, и именно на этих четырех этапах формируется коллективный вектор целей. Коллективный вектор целей. Вначале факторы среды, потом цели в отношении каждого фактора, и, наконец, вектор целей и концепция достижения этих целей. Но для того, чтобы сформировать грамотно вот этот коллективный вектор цели, должно быть сформировано народное большинство, как субъект истории, который отражает волю народа, чего не было, к примеру, в 91-м году. Вы скажете, ну как народное большинство, как субъект, отражающий волю народа. Но есть же у нас парламент, есть у нас партии и так далее. Я хочу сказать, что и партии, и парламенты – это представительская демократия, сформированная тоже через партийные инструментарии. парламентаризм, к сожалению, и все связанное с этими структурами вот такой представительской демократии. У них другая миссия. У них миссия – законодательное оформление той концепции, которая доминирует в обществе. Своей или чужой, проводимой по оглашению, либо по умолчанию, но любое управление всегда концептуально определено. И вот в зависимости от этой концепции и формируются и законы, и культура, и все остальное. И поэтому на базе парламентаризма невозможно суверенное формирование самой концепции. Ну а как формировать этот концепт? С чего начинать? Начинать нужно с факторов среды. Нужен детальный анализ факторов среды, коллективный причем. Их, конечно, бесконечное множество, этих факторов среды. Но проблема в том, что в нашей системе, ну и вообще в системе государственного управления общепринятого в мировой практике, говорится сейчас о гибридных войнах, то есть войнах как бы с использованием абсолютно разных инструментов воздействия на противника. Их множество. Но никто не говорит, что вот все это бесчисленное множество факторов среды, которые влияют на управление, управляют через изменение факторов среды. Но эти факторы среды нужно же систематизировать. Их нужно ранжировать и по мощности, и по быстродействию. И вот это просто невозможно без той информации, которую мы даем через шесть базовых приоритетов, обобщенных средств управления общественными системами. Впрочем, они применимы как к обществу в целом, так и персонально, к индивидуально, ну индивидуально, что называется, к каждому из людей, живущих в этой концепции. И, значит, эти шесть приоритетов, они, конечно, взаимоувязаны между собой, они не имеют таких жестких, четких границ. Но по мере убывания быстродействия, но увеличения мощности воздействия на общество, мы их сгруппировали вот в шесть приоритетов. Самый слабый по мощности, но самый быстрый по воздействию – это военное оружие, изменение факторов среды мгновенная. Следующий приоритет, пятый, уже более грозный – это генное оружие. Мы сейчас видим прекрасно его применение во всех ипостасях, и в частности вот эти известные лаборатории по всему миру Соединенных Штатов. Они работают на пятом приоритете. Четвертый приоритет – это мировые деньги, управление через финансы, потому что деньги – это просто информация на бумажных или электронных носителях. Если шестой, пятый приоритет – это материальное оружие, то начиная с четвертого – это уже информационное оружие. Иногда ошибочно его относят к материальному оружию, наверное, имея в виду пачки денег, но все-таки это чисто информационное оружие, поскольку деньги – это, еще раз повторяю, информация. На бумажных или электронных носителях. Третий приоритет, еще более мощный – это идеологический приоритет. Деньги потекут туда, куда велик идеологический приоритет. Это мы сейчас прекрасно наблюдаем во время операции военной нашей на Украине, когда вся Европа танцует под дудку идеологического приоритета, который запускается лондонским ЦК и Вашингтонским обкомом. Второй приоритет – это уже один из самых мощных – это хронологический приоритет. это историко-алгоритмический, то есть это приоритет, где человек осознает, или государство осознает все взаимоувязанные процессы исторические, что есть причина, а что есть следствие, потому что здесь часто идут подмены. Ну и мы видим, как на уровне исторического, идеологического приоритета работали с Украиной предметно. Ну и, наконец, первый приоритет – это методология познания и творчества, это мировоззрение, это вот как раз цели и смысла. Вот без такой классификации всех факторов, влияющих на будущее государства, сложно говорить о суверенном концептуально-властном управлении. Ну и еще раз подчеркну, что структурное управление, оно всегда носит концептуально определенный характер. Однако при этом оно может работать либо на свою концепцию, либо на неосмысленную чужую. Это происходит в том случае, если представление о смыслах и целях управления, о наличии концепции управления не воспринимается в среде управленцев в качестве обязательного стартового условия любого суверенного процесса управления. То есть если управление ориентировано на обеспечение проблем национальной безопасности, на выполнение требований концепции национальной безопасности, которая вот по инициативе нашего президента очень такая серьезная и предметная представлена сегодня в информационном поле для нашего общества, то, в общем, говорить о суверенитете не получится. Если мы не... Если понятие концепции... Ну, знаете, говорят, многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что сие вещи не входят в круг наших понятий. Так вот, если в круг понятий управленцев не входит понятие концептуальной власти, приоритетов обобщенных средств управления, полной функции управления, то о суверенитете говорить бессмысленно. И вот сегодня, если посмотреть непосредственно, допустим, на уровень экономики, на четвертый экономический приоритет, то нельзя не заметить, что лондонские ЦК имеют колоссальный опыт организации жизни на земле в системе метрополия-колония. У них вековой опыт решения этих проблем. И вот все наработки для экономики метрополии и экономики колоний и их взаимосвязи, они сегодня полностью перенесены на логику отношений между так называемыми развитыми и так называемыми вечно развивающимися странами. Они никогда не выйдут из разряда развивающихся, если не осмыслят вот эту методологию взаимодействия метрополии и колонии. И там и там у метрополии и у колоний или там, так сказать, у развитых стран и развивающихся совершенно разные экономики. И нам как раз объясняют это спецификой. Ну, поскольку у вас развивающаяся экономика, то у вас другие законы действуют. А в действительности они взаимоувязаны во имя общей цели. У них цель общая – процветание стран-метрополий или так называемых развитых стран. И по каждой проблеме рекомендации будут прямо противоположные. То, что для развитых и то, что для развивающихся. Вот для развитых вашингтонский консенсус, который в свое время был опробован для стран Латинской Америки, потом применен в частности для наших государственных мест. И посмотрите, какие рекомендации. Кризис. Значит, все развитые страны прибегают к абсолютно галлопирующей миссии. Ну, просто когда денежная масса вырастает в течение там двух-трех лет многократно. При этом страны развивающиеся, ну, и криптоколониальные должны сжимать свою денежную массу. Развитые страны должны в определенных условиях резко снижать учетную ставку Центробанка и ставку кредитования до нуля, а иногда и до отрицательных значений. А как бы развивающиеся страны или страны под контрольной митрополием, они должны резко увеличивать ставку кредитования. Ну, инструменты экономического управления, они сегодня очевидны. Это, прежде всего, Международный валютный фонд, Центральные банки. Но Центральные банки, вы знаете, они после войны просто были переименованы. До этого они назывались в колониях, они назывались валютные правления. И в прежней терминале функции у них остались те же самые, но такое благозвучное название дали Центральные банки. Дальше МВФ, мировая кредитно-финансовая система с ненулевым судным процентом, система офшоров, свободного вывоза капитала и прочее-прочее. И при этом, в общем-то, если вы присмотритесь, то все так называемые прогнозы МВФ де-факто являются инструментами формирования целевых установок для всех замкнутых на него систем денежного обращения. То есть, по сути, это инструменты программирования и беструктурного управления экономикой. И вот в отсутствие собственной макроэкономической науки экономические кризисы, глотирующая инфляция, бедность населения, все это воспринимается подконтрольными странами и народами не в качестве закономерного результата реального макроэкономического управления извне, а как якобы неизбежное следствие воздействия стихии рынка, внешней мировой структуры, вот на внутренние социально-экономическое положение страны. Именно эти вопросы как раз и должны быть исследованы в свете реализации курса на суверенное развитие нашей государственности, на решение проблем национальной безопасности. Нужна, конечно же, в связи с этим и иная образовательная система, потому что, понятно, исходя из предыдущего целеполагания, о котором мы говорили митрополия, колония. Точно так же образовательные системы, они всегда разделялись на два типа. Они всегда принадлежали к одному из двух базовых типов. Первый тип – это методологическое образование, методологическая педагогика, концептуальное состоятельное образование, которое предназначено, если угодно, для подготовки хозяев, которые понимают и формируют концепцию развития страны и подконтрольных стран, которые понимают все причинно-следственные обусловленности и имеют такое мозаичное, целостное представление как об общественных процессах, так и о мироздании в целом. Такое образование учит отвечать на вопросы «Зачем? Почему?» А вот второй тип информационно-кодирующее образование для клерков отвечает на вопрос «Что? Где? Когда?» и формирует по сути клиповое калейскопическое сознание, не осознающее проблемы в целом. То есть первое образование должно отвечать к примеру на вопрос «Зачем лететь на Марс?» А вот второе уже «Как лететь на Марс?» то есть «Зачем лететь?» это не ваш вопрос. Это решается в других местах. Вот. И конечно же если посмотреть на систему образования, то вот в западном мире там система образования университетская в особенности она представляет такое единое образование совместно со спецслужбами совместно со спецслужбами на этом уровне отбираются те, кто будут допущены к макроэкономическому образованию, им дается этот блок макроэкономического образования, но только избранным. А вот когда представители нашего высшего звена хотят получить макроэкономическое образование, то оно дается только за рубежом, вот в таком системном виде. Вот Венская школа системного анализа, ведущие университеты Соединенных Штатов, но проблема в том, что там дается макроэкономика как раз для развивающихся стран. И поэтому их нельзя ни в чем винить, они просто получили такую науку, в соответствии с которой они действуют, не осознавая до конца, что на уровне целеполагания это все-таки экономика так называемых развивающихся стран или стран колониальных прежней терминологии. Говоря о суверенном управлении, мы, конечно, не можем не сказать о необходимости подбора кадров с типом строя психики человек разумный, тех кадров, которые понимают суть блага общества, суть концепции общества благоденствия. Дело в том, что бесструктурное управление, формирование целей, оно грамотно формируется не за счет интеллекта, ума, IQ, а оно формируется от совести, человека, от его чувства справедливости, чувства меры, от человечности. Вот насколько он обладает этими качествами, настолько и удается ему сформировать правильно коллективный вектор целей. Поэтому от безликой по последствиям ориентации на прибыль от товаров и услуг мы должны переориентировать хозяйственных как хозяйственный механизм на понятие благо, жестко разграничивать при этом полезные, как мы говорим, демографически обусловленные потребности и потребности деградационно-паразитические, которые наносят колоссальный ущерб как конкретному человеку, так и обществу в целом. А у нас такого разграничения нет. Они одинаковы подчас и с точки зрения налогообложения, с точки зрения отношения государства и общества к этим видам деятельности. А нужно поддерживать то, что работает на благо человека и общества и подавлять налогами, что работает на угнетение человека и общества. Благо, в общем-то, на мой взгляд, такой незаслуженно редко применяемый термин, поскольку несет оттенок такого небездумного рынка, не просто прибыли в ВВП, а исключительно позитивный смысл для бытия человека. Нельзя именовать, на мой взгляд, прогрессом то, что приносит ущерб развитию человека и общества, какими бы великими технологическими достижениями они не сопровождались. Но если наносит ущерб, то это не прогресс. Благо подразделяются, конечно, на материальные, социальные, духовные, и к разряду материальных благ, чтобы на каком-то примере показать, я, например, не могу отнести рост валового внутреннего продукта за счет алкоголя, за счет табака и подобных своих деятельностей. Социальные блага это обеспеченность работы, экология, социальное обеспечение малоимущих и пенсионеров. Духовные блага это народная культура, но не глянцевая культура и не та культура, которую навязывает нам сегодня западная концепция, западная цивилизация. Благосостояние народа это как раз не ВВП и прибыль, это уровень всех благ, а не уровень развития производительных сил, когда они развиваются в условиях ограниченной биосферы, нанося колоссальный ущерб фактически нише нашего существования. Ну и пожалуй из таких особо значимых, концептуально значимых моментов формирования суверенитета, формирования нового хозяйственного механизма, отличающего требованиям суверенности нашего развития, я бы еще назвал управленческую грамотность. Дело в том, что в 20 веке, в труднейший период, наша страна выстояла благодаря реализации идеи всеобщей грамотности. Вот сейчас, в наше еще более сложное время, столь же остро встал вопрос о всеобщей управленческой грамотности, и это прежде всего касается управленческого корпуса нашей страны, потому что эти проблемы сегодня доступны и осваиваются детьми, ну, начиная с 10-летнего возраста. Причем эти процессы управления по полной функции, они ведь одинаковы и с точки зрения управления собой, и с точки зрения управления семьей, и с точки зрения коллектива, как им управлять, и с точки зрения в общем-то государственности в целом, и цивилизации в целом, те же самые семь этапов полной функции управления. Четыре этапа, как мы говорим, это безструктурное управление, выявление факторов среды, стереотипы познавания этих факторов, вектор цели, концепция, вот четыре этапа, концепция достижения целей, а только пятый этап, это формирование структуры. К сожалению, мы подчас под управлением понимаем управление вот этими самыми структурами, контролем за их функционированием, там, собственно, создание структур, контроль за их функционированием, и потом прекращение или развитие этой структуры, прекращение ее действия, если она свою функцию выполняла. Так вот, достаточно общая теория управления это единый язык междисциплинарного общения в сфере управления. Он позволяет накапливать управленческий опыт, обобщая все лучшие достижения любой из отраслей. Любой управленческий процесс, он интерпретируется как процесс управления или процесс самоуправления, и вообще все происходящее в природе. И вот поэтому на мой взгляд, пока мы не введем в систему образования требования по всеобщей управленческой грамотности, когда действительно каждая кухарка может начать учиться управлению и начнет это обучение с управления собой, с субъектностью личной персональной. У нас даже вот курс образовательный поставлен, он так называется, Доту практик управления качеством собственной жизни. Но еще раз хочу подчеркнуть, что методология алгоритмика управленческого она едина и не зависит ни от масштаба решаемых проблем, ни от сферы применения этих алгоритмов управления. Вот собственно те базовые моменты, которые я считал необходимым в первоочередном порядке назвать, говоря о таких механизмах, механизмах хозяйственных, которые позволили бы в перспективе выйти нашей государственности на режим полноценного суверенного управления. На этом я хотел бы завершить нашу сегодняшнюю встречу. Всего вам доброго, здоровья вам, счастья, благополучия. Субтитры Субтитры Субтитры